В пятом измерении фигуры приобретают новые формы и состояния, но в нашем мире они просто застывают. Именно об этом хотел сказать автор одной из экспозиций современного искусства. Сегодня в парке Малевича открывается вторая часть выставки под открытым небом. Стабильная композиция, Человек-бегущий, Куб Космоса и другие арт-объекты. В этот раз в парке расположились еще пять новых работ авторов-современников. Первую часть выставки запустили еще осенью прошлого года. Здесь уникальная совершенно возможность приехать, погулять, насладиться и еще обогатиться культурно. Это самое главное, потому что насмотренность в искусстве очень важна. Вызвать эмоции, заставить задуматься – цель паблик-арта. Направление в современном искусстве, где скульптурой приобретают масштаб и начинают выходить за пределы музеев. Своего рассвета паблик-арт достиг период модернизма в 1960-70-е годы. Художников и скульпторов часто приглашали для работы над проектами государственных и спортивных сооружений, жилых и общественных зданий. В конкретном случае площадкой для творчества выступает парк. Работы внутри пространства. И вот это пространство Малевича, оно постепенно открывается, открывается парка. И в нем удивительные есть какие-то параллели, там рифмы возникают от деревьев, дорожек, леса. И мне кажется иногда, что тень Малевича тут иногда мелькает. Возможно кто-то впервые вообще увидит современное искусство, узнает имена современных художников. Ну и действительно это очень важная такая просветительская миссия Третьяковской галереи, которую поддержало Министерство культуры и туризма Московской области. В этот раз для посетителей экспозиции представили аудиогид «Причем тут Малевич». Отличная возможность для тех, кто хочет посмотреть все объекты и еще узнать авторский замысел каждого из них. Этот проект демонстрирует, насколько современное искусство вписывается в современное парковое пространство. И наша задача ловить эти тонкие моменты, которые мы уже поймали на первом этапе нашей выставки. Проект раскрывает связь творчества современных художников с идеями русского авангарда, а также знакомит зрителя с Казимиром Малевичем. Но какие новые арт-объекты подготовят авторы в будущем, покажет время. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».